Бывает. Чиновник ведь тот же человек. Вроде всего добился. Карьера, блеск, усадьба, шик. Запасы богатства на три поколения. А что-то не спится. Давит грудь тоска. Друзья куда-то подевались. Одни под Халима остались. Все противно, мерзко. Хоть удавись. Поговорить не с кем. Появился, рассказывает, некто необыкновенный пророк. Иисусом Назарянином кличут. Силен мужик. И в слове, и в деле. Вот бы с кем поговорить. Охранник сказал, что Иисус в городе. Ему не миновать моего дома, мелькнула мысль. Захей решительно встал. Накинул на кинтош. Голову прятал в капюшон. Вышел на улицу. Забрался на маслину. Сердце колотилось, заглушая шум толпы ужаса. Увидят люди на дереве. Меня едва сознание не потерял. Слышат. Захей! Захей, садись скорее. Ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. Мгновение, как он слезал с дерева, как они с Иисусом вошли в дом, даже следа не оставили. Не слышал Захей возмущенных возгласов людей. Рассказ Иисуса поразил Захея. Как будто свет проник во тьму. Жизнь его, преуспевающего чиновника, открылась как пустая, никчемная, оскорбительная. Поступки его, некогда бывшие смыслом жизни и предметом гордости, вдруг обернулись гнусной, подлой мерзостью. Насилием, оставляющим без хлеба сироты вдов, делающих нищими своих собратьев. Что-то случилось необыкновенное, необъяснимое. Захей же став, сказал Господу, Господи, половину имени моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Что добавить к этой потрясающей, прекрасной истории? Мои современники, люди власти, люди бизнеса, преуспевающие в короткой жизни, хозяева жизни, депутаты и министры, гвардейцы и судьи, слезайте с вершин гордости и превозношения, снимайте маски довольства, кайтесь перед Господом, верните украденное у сирот и стариков, верните украденную свободу, Господь грядет. Продолжение следует...